Вот прямо сейчас, прямо сейчас, в эту минуту, Россия вдохновляет усатого маньяка в Минске глушить, слепить гранатами старушек, стариков, истязать безответных людей, таких как тот же самый Максим Хорошин, вообще продавец цветочного магазина, которого выволокли и били так, что взрослый, здоровый мужик рыдал. Все видели эту пленку на телеграм-каналах. Ну, причем понятно, что помимо него еще тысячи запытанных, и что, ладно, там Минский ОМОН, это коллективный Чикатило, там удалось собрать коллективчик с очень специфическими диагнозами и наклонностями. Он уже вошел в историю, теперь задача только найти достаточно большой музей криминальной антропологии, чтобы портреты всех этих ребят развесить там рядом с Гейтси и другими серийными убийцами. Но ОМОН действует, в общем-то, так прямолинейно, тупо, без особой выдумки. Но вот в Минске, помимо ОМОНа, нарисовалось еще некоторое количество любителей поистязать людей. Вот где настоящие затейники, и возникает вопрос, а где, собственно говоря, Лукашенко их берет? Потому что, может быть, он за большие деньги выкупает зон строгого режима, пожизненно заключенных, вручает там на ган дубинку и выпускает на ночные улицы. А может быть, это в психушках, где всегда можно найти парочку особо опасных маньяков. Ему их доставляют. Он своими лично ручками расстегивает пряжки иммобилизующих рубашек, дает понюхать ало-белый флаг для того, чтобы по его запаху находить студентов и смутьянов. И выпускает тоже охотиться в ночной Минск с бритвой. И понятно, что вместе вот с этим чекательствующим ОМОНом на улицах Минска орудуют, судя по всему, такие люди, потому что то, что было во время разгона штатных демонстраций, ничем другим объяснить невозможно. Но вот шествие, то, что сделали шествием стариков и старушек, это, конечно, превосходит вообще все мыслимое. Вот надо было видеть это шествие с палочками, согнутые, трагически беззащитные люди. У некоторых цветочки, у кого-то флажочки, а у кого-то пакетик с лекарствами. И у многих надписи, приколотые булавками, с фамилией, именем, отчеством. И с диагнозами заболеваний на тот случай, если забьют дубинами, то чтобы медики знали, куда везти и куда сообщать родным. И вот им как раз газ в лицо, им под эти палочки и под ноги гранаты. И причем я думаю, что вот даже маньяки из больниц на такое не способны. Я думаю, что там и Брейвик, и Хаттаб, они бы матерились от омерзения и где-нибудь там закрывали лицо ладошками за очередным автозаком. Просто от стыда и нежелания, чтобы их поставили где-нибудь рядом. И, конечно, это не могут делать какие-то обычные маньяки. Я подозреваю, что Лукашенко известны тайные места и где-то на дальних страшных кладбищах. В тайных известных ему местах он лично накапывает вурдалаков далекого прошлого, тех, которые были когда-то замурованы. Это те самые зомби? Да, которые были, но иначе не объяснить. Вот то, что делали со стариками и старушками, ну, ничем не объяснить. И причем это те самые как раз места Оля. Это ведь Великое княжество Литовское, где когда-то проходили знаменитые те самые ярмарки, на которых рос когда-то польский богатырь Павла Истачева. И где встречались безумцы-маньяки, которые прямо вот на глазах у ярмарочной толпы на спор могли сожрать мертвого младенца. Все как раз очень сходится. И вот этот откровенный маньяк и откровенный придурок, презираемый и ненавидимый и своей страной, и всем миром, это теперь друг, брат и ставленник России. И сейчас этот таракан всерьез задумывается, не начать ли, наконец, боевыми по старушкам и по студенчеству поработать, потому что боевые, в общем, это очень эффективная штука. Что было доказано в Петрограде 9 января, там святой православный Николай II залповым огнем тогда уложил, по-моему, 300 своих подданных на Невском проспекте и в других местах. Вот и Лукашенко, я думаю, начнет стрелять боевыми. Но поскольку он уже никто и ничто, пустое место, такой маньяк-узурпатор, всю ответственность за его действия обязана будет нести Россия, которая его пригрела, которая его держит на плаву. И если бы не ее чумная опека, то вот весь этот нарыв в Беларуси давным-давно бы добродушно вытек, а беглый Александр Григорьевич где-нибудь на Карибах, на пятизвездочном балконе почувствовал бы пузишко и делал бы себе ожерелье из местных потатов, а минские пенсионеры спокойно бы ходили по улицам. То есть вот белорусская эпопея это отдельная, совершенно страшная, необъяснимая, фантастическая страница внешней политики России. Потому что понятно, да, Оля. Я как раз хотела обратить внимание, меня совершенно шокировала новость о том, что девушку, которая гуляла под красно-белым зонтиком по Красной площади. В Москве тоже аистовали, да? Немедленно задержали, правда потом вроде бы отпустили и ничего не предъявили. Но задержали. Это значит, что уже есть некий настрой, некий приказ? Есть определенного рода директивы, их выучили различать цвета и объяснять, что белое и красное это вражеские сочетания. Это не так чемпион уже. Нет, уже нет. Уже совсем другое. Но если есть синенькое еще, то вот тут надо подумать, потому что это может оказаться французским или вообще родным российским. И главное, что бороться-то за Белоруссию уже бесполезно. Она свой выбор показала и сделала. И Россия, все проиграно, Россия это опять поставила не на тех. И вот эти вот людоеды, которых так любит Путин, они, конечно, очень веселые ребята, но не всегда общаясь с ними можно точно угадать степень их сытости. И вот, кстати, Владимиру Владимировичу я хочу сказать, что надо быть особенно осторожным и аккуратным, а то Лукашенко опять полезет целовать руки и отгрызет палец. И никакое ФСО не успеет отреагировать. И Лукашенко укатит обратно в Минск с пальцем Владимира Путина за щекой. И когда он в следующий раз будет поедет в тюрьму КГБ поиздеваться над узниками, он этот палец будет показывать, кончик его будет показывать из-под усов. Это будет очень, конечно, живописная сцена.